Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмашкова, канал Ваша Дача. И сегодня я вам хочу рассказать про такой прекрасный цветочек, как рудбеки. Рудбеки, данная рудбеки, это рудбеки однолетняя, хотя я ее покупала как многолетку, рудбеки мармелад. Она здесь у меня растет самосевом. Я ее два года назад выращивала рассаду, причем рассаживала по стаканчикам. Это были прекрасные, большие букеты, и цветет она очень долго. Цветочек замечательный, очень-очень неприхотливый, выдерживает засуху, но любит, чтобы ее регулярно поливали. Если не поливать, цветы не пропадают, а просто мельчают. В этом году я садила, не пикируя, вот такую рудбекию золотистую. На данный момент она выглядит точно так же. Вот такие одиночные цветы. Это кустики, причем самосев насевается очень много. Здесь было очень много, вот там они дальше тоже еще растет. Очень много всего. И весной я здесь, на этом участке, здесь у меня в основном самосев, я сеяла разные виды салата. Вот салат уже в середине июля зацвел. Там красненькие салатики где-то кое-где остались. И петрушка здесь растет, все, то есть в абсолютной густоте. И тут рядом и дерево, то есть она может расти и на солнцах, и в полукунице. И всегда очень замечательная. Ну, единственное, если у вас жарка, ее надо периодически поливать. Вот такая замечательная однолетняя рудбеки. Эту я показывать вам не буду, потому что она пока ничем не отличается, даже чуть меньше. Теперь покажу вам многолетние. Многолетних рудбеки много разных сортов. Это и золотой шар, высокие давно всем известные, еще с детства рудбеки. И похожие на однолетние желтые. И вот рудбеки, которую нынче уже не зовут рудбеки, это эхиноцея пурпурная. Я думаю, ей дали отдельное название, потому что в отличие от всех своих сородичей, она очень полезная, имеет целебные лекарственные свойства. И вот по неприхотливости она такая же, как и все остальные ее родственники. То есть сама сеется. Вот здесь у меня была грядочка клубники, рядом буквально кустики эхиноцеи. И вот она здесь носилась. Я ее оставила, но вот эхиноцея, она еще более крепкая. Сейчас вот она зацвела, сейчас хорошо бы ее срезать. Вот эту серединку срезать, забрать ее на чай, посушить. И дальше она будет пускать новые-новые ветки. И кусты, кусты нашей эхиноцеи будут цвести весь сезон. Если те однолетние, все-таки они, ну как бы цветут разово, мы не успеваем их срезать, чтобы они зацели второй раз так же пышно. То здесь вы можете видеть мощность каждого куста. Кусты очень мощные, очень много боковых побегов. И они успевают зацветать несколько раз. То есть срезать можно несколько раз за сезон, причем срезать можно на любую высоту. Вот такой прекрасный, красивый, неприходливый и полезный цветочек. И поистинный цветочек ленивого цветника. Всем советую заводить. С вами была Татьяна Башмакова. До новых встреч.